Добрый день, меня зовут Маргарита, добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас новое видео. Сегодня я вам расскажу, как можно получить помощь до 3000 евро в Испании на получение водительских прав. Я думаю, что многие знают, что водительские права в Испании, чтобы получить водительские права в Испании, это не так уж дешево. Примерно средняя цена выходит от 600 до 1500 евро. Может быть и больше, в зависимости, если у вас есть опыт вождения, если вы знаете хорошо испанский и так далее. Как минимум вам придется потратить около 600, потому что матрикулы в автошколе будут стоить где-то 200 евро. Плюс, что взять минимум практик, который стоит 20-30 евро каждый час, то есть нужно взять как минимум 10, если я не ошибаюсь, там еще 200 евро. Плюс медицинская справка, что вы здоровы как физически, так и психологически, там еще где-то 20-50 евро. И пошлина около 100 евро. То есть плюс-минус это около 600 евро как минимум у вас выйдет. А максимальное все зависит уже, конечно, от вас. Так вот, некоторые регионы, даже некоторые города в регионах дают помощь на получение водительских прав. Поэтому сегодня я вам расскажу по регионам, в каких регионах вообще имеется эта помощь и вообще есть возможность получить какую-либо скидку на получение водительских прав. Итак, мы пойдем по алфавиту. Кантабрия. Кантабрия дает 200 евро молодежи от 16 до 30 лет. Для этого нужно быть прописанным в Кантабрии и доход не должен превышать минимальной зарплаты. То есть 1200 евро в 14 зарплат. Эту помощь выдают уже после того, как вы получили водительские права. То есть вы платите, учитесь, даете, получаете эти водительские права и потом вы можете компенсировать эту сумму. То есть вы должны предоставить, что у вас есть водительские права и фактуру. То есть то, что вы оплатили за экзамены, за учебу и так далее. Последний раз эта помощь была в 2022 году. Соответственно, в этом году еще не было. И я думаю, что в сентябре-октябре могут объявить процесс подачи. Так что ждите. Галиция. Галиция выдает от 400 до 1300 евро в зависимости от категории, которую вы сдаете. Категория B это 400 евро. Категория C это 650 евро. И категория D это 1300 евро. Могут запросить эту помощь молодежь от 18 до 29 лет. И нужно быть прописанным в Галиции как минимум один год. И вы можете компенсировать водительские права, которые вы получили после 1 декабря 2021 года. Город Гетчо. Не знаю, если правильно произношу. Это город в Паизбаску. Там вообще очень странное название. Поэтому я надеюсь, что я произношу правильно. Именно в этом городе, те, кто прописан именно в этом городе, дают 100 евро. Молодежь от 17 до 23 лет. И нужно записаться в одну из шести школ по списку, которые участвуют в этой программе. Мадрид. Мадрид выдает 600 евро, но только на категории C, D и C плюс E. Но процесс подачи документов закончился 31 июля 2023 года. Так что я думаю, что следующий раз будет в 2024 году. Ля Риоха. Ля Риоха выдает 2000 евро для категории B и до 3000 евро на категории C и D. Все звучит очень красиво, но не так это все радужно. Потому что она не выдает деньги. Прямо все 2000 или 3000. Они дают кредит. Для этого нужно записаться в одну из 60 школ по списку, которые участвуют в этой программе. Могут участвовать молодежь от 18 до 30 лет, которые прописаны в Ля Риохе как минимум 5 лет. А также молодежь должна иметь Корнет Хован и получать первый раз водительские права. Но сам кредит выдает банк Каха Рураль де Навара. Город Ваядолит, который находится в регионе Кастия и Леон, выдает или 750 евро, или 1500 в зависимости от категории. На категорию B 750 и на категорию C и D 1500 евро. Но могут участвовать только женщины от 18 до 60 лет. Для этого соответствия нужно быть прописанным в этом городе Ваядолит. И доход не должен превышать больше чем 16212 евро в год. Также можно компенсировать только после получения водительских прав. Сначала учитесь, платите, потом получаете и вам могут компенсировать всю сумму. В зависимости сколько вы потратили. То есть соответственно если вы потратили меньше чем 1500 евро, то вам выдадут меньше. То есть именно то, что вы потратили. Как видите, сама помощь очень интересна. Я думаю, что те, кто проживает в этих регионах или в этих городах, имейте в виду. Те, кто хочет учиться и сдавать на водительские права, то есть могут компенсировать часть своих затрат. Если кто-то получал помощь или знает о какой-либо помощи в других регионах, которых я не нашла и вам не рассказала, то обязательно пишите в комментариях. Это будет очень интересно для всех, кто смотрит мои видео. Также если вам интересны ссылки, чтобы я вам выслала по регионам, тоже пишите какой регион. Я тогда вам буду высылать в комментариях по регионам, потому что их достаточно много. Я не буду их вставлять под видео. На этом все. Я надеюсь, вам видео понравилось. Оно было для вас интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я там публикую очень много важной, интересной информации практически каждый день. Поэтому обязательно подписывайтесь, а также подписывайтесь на мою группу в фейсбук, которая так и называется «Жизнь и законы в Испании». Всем хорошего дня и до скорых встреч! Продолжение следует...